МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официальный Ташкент и Куала-Лумпур разделяют более 5000 километров. Но несмотря на большие расстояния, страны, занимающие ключевые позиции, в своих регионах активно расширяют партнерство. Узбекистан и Малайзия демонстрируют мощный экономический рост, политическую стабильность, инвестируют в человеческий капитал. Эти и другие факторы делают их важными игроками на региональной и международной аренах. И данный вектор расширения партнерства Узбекистана детально продуман. Малайзия одна из наиболее развитых стран Юго-Восточной Азии. Ее экономика занимает 5-е место в регионе и 38-е в мире. В 2023 году объем ВВП страны достиг 431 миллиарда долларов. Доход на душу населения составил более 12 тысяч долларов. Страна демонстрирует впечатляющие результаты в различных секторах экономики. В последние годы она достигла значительных успехов благодаря комплексным экономическим реформам, диверсификации экономики и активному участию в международной торговле. В прошлом году товарооборот Малайзии составил 578,3 миллиарда долларов. Она за короткий период смогла перейти от сырьевой экономики к индустриально ориентированной модели. Стала одним из хабов для иностранных инвестиций благодаря своему стратегическому расположению, развитой инфраструктуре и благоприятному инвестиционному климату. По объемам освоенного зарубежного капитала она один из лидеров среди стран Юго-Восточной Азии. За последние 10 лет в Малайзию привлечен 241 миллиард долларов иностранных инвестиций. Правительство активно стимулирует их приток путем предоставления налоговых льгот и создания свободных экономических зон. Ключевыми отраслями, привлекающими иностранные инвестиции, являются электроника, информационные технологии, биотехнологии и энергетика. Малайзия сделала значительный акцент на развитие высокотехнологичных отраслей и инноваций. Правительство активно поддерживает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавая благоприятные условия для стартапов и технологических компаний. Сайберджая, известная как Кремниевая долина Малайзии, стала центром развития информационных и инновационных технологий, привлекая компании со всего мира. И туризм выступает важным сектором экономики Малайзии, приносящим значительный вклад в ВВП страны. По каждому из данных направлений и сфер, за последние годы Узбекистан провел масштабные коренные реформы и вышел на лидирующие позиции в регионе. Потому расширение партнерства азиатских тигров второй и третьей волны более чем востребовано. Сегодня между нашими странами активно расширяется политический диалог, межпарламентские контакты. В 2020 году в законодательных органах двух стран были организованы группы дружбы. Наши государства поддерживают друг друга на полях авторитетных международных структур. Так Малайзия поддержала и присоединилась в качестве соавтора к резолюциям Генассамблеи ООН, инициированным Узбекистаном. Одно из перспективных направлений взаимодействия экономическое измерение. Если в 2019 году объем товарооборота составлял чуть более 116 миллионов долларов, то по итогам 2023 он достиг отметки в 190 миллионов долларов. В статьях экспорта Узбекистана транспортные и страховые услуги, продукция химической и пищевой промышленности. В нашей стране действует 32 предприятия с участием малайзийского капитала. За последние годы благодаря инвестициям из этой страны реализовано 7 проектов. 28 февраля этого года на состоявшемся в Куал-Лумпуре узбекско-малайзийском бизнес-форуме были достигнуты соглашения по реализации 23 проектов на 251 миллион долларов. В сферах энергетики, электротехники, сельского хозяйства, пищепрома, металлургии, фармацевтики, мебельной и ювелирной промышленности. Активно расширяется сотрудничество в культурно-гуманитарном измерении, в образовании, здравоохранении, туризме, спорте, музыке и искусстве, в духовно-просветительской сфере. Но еще больше уверенной стороны есть незадействованных резервов для последовательного расширения отношений дружбы и многопланового партнерства. Потому к нынешнему особому по значимости событию была проведена тщательнейшая подготовка. Сегодня по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в нашу страну с официальным визитом. В столичном аэропорту в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул. Главу правительства Малайзии встретили премьер-министр Республики Узбекистан и другие официальные лица. Республики Узбекистан Республики Узбекистан Субтитры создавал DimaTorzok Где возложили цветы к монументу независимости Ознакомились гости с историей независимого развития нашей страны И созданием этого уникального комплекса А затем в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавкета Мерзиёева С премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Прибывшим в нашу страну с официальным визитом На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул Глава нашего государства тепло встретил высокого гостя И пригласил его на пьедестал Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран Малайзии Анваром Ибрагима Малайзии Анваром Ибрагима Малайзии Анваром Ибрагима Малайзии Анваром Ибрагима Лидеры обошлись строй почетного караула Малайзии Анвара 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 Состоялась церемония совместного фотографирования. А затем президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран. Глава правительства Малайзии передал лидеру нашего государства теплые приветствия и наилучшие пожелания от короля Малайзии Султана Ибрагима, выразив искреннюю признательность за оказываемой малазийской делегацией теплый и радушный прием. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-малайзийских отношений дружбы и многопланового партнерства. Президент Узбекистана подчеркнул, что данный визит на высшем уровне, являющийся первым за последние 16 лет, открывает новую эпоху в истории двухсторонних отношений. Малайзия – динамично развивающееся государство с большим потенциалом не только в регионе Юго-Восточной Азии, но и во всем мире. Нашей главной целью является вывод практического сотрудничества с вашей страной на качественно новый уровень, подчеркнул президент Узбекистана. Отмечена важность дальнейшего укрепления политического диалога и межпарламентских связей, продолжение взаимной поддержки в рамках международных организаций, реализации гуманитарных и образовательных программ, активизации туристического и культурного обмена. Особое внимание уделено вопросам практического взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По итогам прошлого года объем товарооборота вырос более чем в два раза. Увеличивается число совместных предприятий, растет частота авиарейсов между Ташкентом и Куала-Лумпуром. Отмечена важность обеспечения дальнейшего роста объемов и достижения сбалансированности показателей взаимной торговли, реализации крупных совместных проектов. Выражена уверенность, что итоги узбекско-малазийского бизнес-форума в рамках деловой программы «Визита» послужат расширению инвестиционного партнерства, кооперации ведущих компаний в сферах инноваций, промышленности, зеленой энергетики, нефтехимии, электротехники и электроники, фармацевтики и других отраслях. В целях поддержки этих усилий выражена готовность создать узбекско-малазийскую промышленную зону в нашей стране. Рассмотрены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе по внедрению водосберегающих технологий, выращиванию и переработке плодовощной продукции, сертификации по стандартам халяль. Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в области информационных технологий, сокращения бедности и транспортной взаимосвязанности. В целях системного расширения торгово-экономической повестки сотрудничества констатирована необходимость преобразования действующего совместного комитета по торговле в межправительственную комиссию с проведением ее первого заседания в этом году. Подтвержден решительный настрой на дальнейшую активизацию культурно-гуманитарного обмена. Подчеркнута важность наращивания сотрудничества по подготовке и повышению квалификации кадров, серых энергетики, исламского финансирования, экологии, искусственного интеллекта, туризма, а также укрепления научно-практических связей в здравоохранении. С большим удовлетворением отмечен стремительный рост потока малазийских туристов в Узбекистан. Обсуждены меры по реализации совместных программ паломнического туризма, в том числе продвижение проекта «Умра плюс» по укреплению диалога между молодежью двух стран. Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия в Центральной и Юго-Восточной Азии, афганской проблематике. Отметили высокий уровень взаимопонимания и важность продолжения обоюдной поддержки в рамках ООН, Организации Исламского Сотрудничества и Движения Неприсоединения. Было предложено рассмотреть предложение о создании диалоговой площадки министров иностранных дел в формате «Центральная Азия плюс ОСЕАН». По итогам переговоров, прошедших в доверительной, открытой и дружественной атмосфере, президент Республики Узбекистан и премьер-министр Малайзии подписали совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества. А затем президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации. Лидеры высоко оценили плодотворные результаты саммита, прошедшего в открытой, доверительной и дружественной атмосфере. Главное, что государство особо отметил традиционно тесные узы между двумя народами, основанные на общности религии, схожести обычаев и ценностей. Малайзия – государство, демонстрирующее динамичные темпы развития не только на пространстве Юго-Восточной Азии, но и во всем мире наш надежный, испытанный временем партнер. Символично, что в обеих странах праздник национальной независимости отмечается в один день, 31 августа, отметил президент Узбекистана. Подчеркнута схожесть целей и задач реализуемых стратегических программ развития и модернизации «Узбекистан-2030» и «Малайзия-Мадони». Отмечено, что настоящий исторический визит премьер-министра Малайзии открывает новую страницу в истории двухсторонних отношений и придаст мощный импульс их развитию. В ходе переговоров были обозначены приоритетные направления и новые рубежи по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Достигнуты договоренности об активизации политического диалога и контактов на высшем и высоком уровне. Запуски совместной межправительственной комиссии. Выражено обоюдное стремление вывести в ближайшем будущем двухсторонние отношения на уровень всеобъемлющего партнерства. Особое внимание лидеров было уделено вопросам наращивания товарооборота и количества совместных предприятий. Стороны условились наладить системную работу по кратному увеличению этих показателей в ближайшей перспективе. Главное, что государство подчеркнул, что достижению этой цели будет способствовать расширение номенклатуры и обеспечение сбалансированности взаимной торговли. Совместный выход на рынки третьих стран. Создание специальной промышленной зоны для продвижения высокотехнологичных проектов. Намечены конкретные планы по кооперации в энергетике, нефтехимии, добывающей, электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, фармацевтике, финансовом секторе, IT и других отраслях. Выражена уверенность, что итоги предстоящего завтра в Самарканде бизнес-форума с участием ведущих компаний двух стран. Подписываемый солидный пакет инвестиционных соглашений наполнит партнерство новым содержанием. Подтверждена приверженность продолжению тесного диалога и взаимной поддержки в рамках региональных и международных организаций. Будут проведены мероприятия, направленные на расширение культурно-гуманитарных обменов, включая взаимное проведение недель культуры, форумов молодежи, образования и спорта, различных выставок. Подчеркнуто, что результаты состоявшегося саммита будут способствовать укреплению узбекско-малайзийских отношений, наполнению многопланового партнерства новым практическим содержанием. Согласовано, что по итогам переговоров будет принята совместная дорожная карта по своевременной и качественной реализации всех достигнутых договоренностей. А в завершении узбекско-малайзийского саммита состоялась церемония посадки дерева в резиденции Куксарой. Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на аллее почетных гостей. Церемония стала символом крепнущей дружбы наших народов. Твердых намерений лидеров двух стран вывести узбекско-малайзийские многоплановые отношения на качественно новый уровень. Официальный визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в нашу страну продолжается.